Лесные массивы в Чебоксарах станут чище. Земельные участки Федерального лесного фонда переходят в собственность города. Эти участки небольшие, по 50, 30 и 5 гектаров. Содержать их будет городская мэрия, а значит у лесов появится хозяин. Какие участки переходят в городскую собственность, узнаете из нашего репортажа. Теперь рощи Гузовского, Берендеевский и Обиковские леса, что на южном поселке, лесок возле ДК Тракторостроителей и напротив Ботанического сада, перейдут в ведение города. Сейчас они находятся в собственности федеральных органов лесного хозяйства. В настоящее время 629 гектар земель лесного фонда по становлению Кабинета министров включены в границы населенных пунктов. Но это еще не перевод этих участков, а только первый этап. Для того, чтобы перевести их из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, нужно необходимо подготовить пакет документов и направить их в управление Росимущества в Чувашской республике для дальнейшего их направления в Москву. И там уже будет готовиться постановление о передаче их в муниципальную собственность. Не секрет, что количество парков и лесов в черте города влияет на качество окружающей среды. Те, что находятся в процессе передачи, называются защищенные. Они выполняют водоохранные, почвозащитные функции и находятся под охраной. После перевода они обретут статус городских лесов. Целевое их назначение останется неизменным. Деревья также, как и прежде, будут защищены лесным кодексом и даже станут более ухоженными и чистыми. То, что леса плохо ухаживаются в границе города, которые должны передаться в муниципальную собственность, мне трудно сказать за Министерство природных ресурсов. Но, судя по всему, раз финансирование у них федеральное, на эти цели недофинансировали. И поэтому слабый был уход за этими лесными участками. Поэтому, то есть, город, одна из причин городу принять этих леса в муниципальную собственность, чтобы привести их в более благоприятный вид. Когда они перейдут в муниципальную собственность, то будут закладываться определенные финансовые средства на содержание этих лесных массивов. В муниципальную собственность примут еще лесные поселки, которые находятся за Волгой. Они также расположены в лесном фонде. И пока эти участки были в федеральном видении, приватизировать землю было невозможно. После перевода в муниципальную собственность, жители этих лесных поселков смогут оформить участки на себя. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова